За что задержаны сотрудниками полиции? На разбойное нападение. В Бурятии 9 ноября задержали грабителя банка. В конце августа злоумышленник с гранатой попытался ограбить один из банков города. Однако его спугнула тревожная кнопка. Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника, 28-летнего горожанина. Выяснилось, что молодой человек таким образом планировал решить проблемы в бизнесе. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за угоны, кражи и наркопреступления. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы. В Прибайкальском районе задержан подозреваемый в убийстве двух человек. 8 ноября он пришел в гости к иносличанам и во время распития зарезал их. Произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый выхватил из кармана нож и нанес им множество ударов по груди и животу потерпевшего. После чего таким же способом убил его сожительницу, затем покинул дом и скрылся. Подозреваемый недавно вышел из тюрьмы. Его освободили в конце октября. Сейчас ему грозит от 20 лет до пожизненного. В Тункинском районе из-за золы загорелся дом. Инцидент произошел в ночь на 10 ноября. Хозяйка перед сном вынесла золу из котельной и высыпала возле продушины. Еще горячие угры начали тлеть и подожгли дом. Прибывшие спасатели ликвидировали пожар. Прокуратура взяла на контроль проблему с маршрутками в сотых. Надзорный орган выявил ненадлежащее исполнение обязанностей со стороны городского комитета по транспорту. Меры реагирования по несублюдению перевозчиками интервалов движения не принимались. Предписания не вносились. Штрафные санкции с перевозчика за ненадлежащее исполнение обязательств не взыскивались. В результате председателю комитета по транспорту администрации Улан-Удэ вынесено предписание. Местные жители уже подозревают частных и муниципальных перевозчиков в сговоре. Руководство городских маршрутов опровергло это, так как, цитируем, «частники нас ненавидят». При этом жители сотых уже давно жалуются на работу общественного транспорта. Так в конце октября они создали вайбер-чат, где ищут пассажиров и попутчиков. Улан-Удэнка сменила руль на метлу. В феврале этого года ее лишили водительского удостоверения за отказ от проверки на алкоголь, но она вновь решила сесть пьяной за руль. Была остановлена инспектором ГИБДД. С целью уклонения ответственности она предъявила должностному лицу водительское удостоверение своей знакомой. За это ее вновь лишили прав на два года и назначили 200 часов исправительных работ. В мэрии откресились от столба, который недавно упал на автомобиль. Столб не являлся опорой уличного освещения и не состоял на балансе горсвета. На месте происшествия находился наряд ДПС, который выяснял причины падения столба. Автомобиль Ниссана Венир вечером 9 ноября двигался в сторону поселка Солдацкий. Кто теперь будет компенсировать водителю ущерб, неясно. В 103-м квартале трещит по швам новый стадион, на который потратили 54 миллиона рублей. Чиновники приняли готовый объект, но уже через полгода на газоне появились проплешины, а из-за отсутствия ограждения, которое должно быть по проекту, на беговые дорожки начал сыпаться песок. Бурятский ОНФ выяснил, что в ходе работ качественные материалы заменили на дешевые аналоги. Стадионам заинтересовались полицией. Не исключено возбуждение уголовного дела по статье «Мошенничество», сообщили ОНФ по Бурятии. Переходим к хорошим новостям. Школьника из Бурятии наградят медалью Совета Федерации. Год назад 13-летний Никита Лобастов спас 10-летнего знакомого. Тот провалился под речной лед в поселке Гусиное озеро. Изначально он пытался использовать палку, но утопающий в панике отбрасывал ее. Затем Никита протянул руку, и ему удалось вытащить знакомого. Юный герой уже награжден медалью МЧС за спасение погибающих на воде. Теперь Никиту ждет еще одно награждение медалью Совета Федерации за проявленное мужество в рамках проекта «Дети-герои». Хорошие новости для любителей омуля. В Росрыболовстве заявили, что собираются снять запрет на его ловлю. Мы в разы увеличили воспроизводство байкальского омуля. Наука по итогам мониторинговых исследований давала сначала более позитивные прогнозы. Сейчас они чуть скорректированы. Несмотря на это, в следующем году мы открываем небольшой объем для любительской рыбалки. Ловлю в промышленных масштабах планируют разрешить в 2024 году. Запрет на вылов байкальского омуля ввели с 1 октября 2017 года.